Лечение остеохондроза Препараты Нестероидные, противовоспалительные, внутримышечно используются в течение 5-7 дней Это могут быть мавалис 15 мг 1 раз в сутки, 5-7 дней, деклоберл 5 дней, дексалгин кейвер 2 раза в сутки в течение 5-7 дней Это могут быть таблетированные препараты, также мавалис 7,5 мг таблетки 1 раз в сутки до 10 дней Препарат деклоберл 100 мг 1 таблетка 1 раз в сутки в среднем до 10 дней А также другие препараты целебрекс, аркоксия, кейвер, которые также используются в течение 10 дней Кроме этого, для уменьшения болезненного спазма паравертебральных мышц используются миорелаксанты Сердолут 2 мг 1 таблетка 3 раза в сутки 5 дней Медокал, миорекс в течение 5-10 дней в зависимости от выраженности спазма Антидепрессанты, фитоантидепрессант Кроксен 1 таблетка 1 раз в сутки в течение месяца Содержит экстракт шафрана, а также витамины группы В, достаточно безопасен Более сильные антидепрессанты Саратен 50 мг 1 таблетка вечером до 6 месяцев Миосер, Залофт, а также препарат Тритика 75 или 150 мг при тяжелой форме вечером однократно от 1 до 6 месяцев Кроме этого, при корешковых синдромах, особенно при люмболгии, которая часто сопровождается поражением седалищного нерва Онемением, выпадением чувствительности, так называемых при корешковых радикулопатиях Используют препараты, которые улучшают нервно-мышечную проводимость То есть улучшают проводимость нерва Это препарат Нейромедин 15 мг ампула внутримышечно до 10 дней Медиаторн 15 мг внутримышечно 10 дней Затем переходят на таблетированный прием То есть Нейромедин 20 мг 1 таблетка 2 раза в сутки в течение 2 недель Также мы используем антиконвульсанты Это препараты, которые снимают корешковые боли При острых стреляющих болях можно использовать препараты Лирика, Пригабалин, Габана, Ленбах 75 мг днем и на ночь в течение где-то 14 дней в среднем Однако препараты рецептурные и применяются в исключительных случаях Когда боли в спине сопровождаются корешковыми симптомами Не дают спать и боли достаточно острые и стреляющие Обязательно после снятия острого болевого синдрома мы используем хондропротектор Это препараты, которые содержат в своем составе составляющие хряща И профилактируют дальнейшее повреждение позвоночника и истончение межпозвоночного диска Это препарат Терафлекс по 1 капсуле 3 раза в сутки в течение 3 месяцев Это препарат Хондроксид по 1 капсуле 2 раза в сутки в течение 3 месяцев Удобные в использовании дона 1 саше в сутки 1-3 месяца Местно можно использовать различные гели, в состав которых входят диклофенаки, немисулиды, вольторен, немид гель 2 раза в сутки На шейной, грудной, в зависимости от локализации боли отделов позвоночника в течение 10 дней Что дополнительно? Дополнительно у пациентов, особенно с хроническими болями в спине, когда есть психологический компонент, когда есть депрессия Используют психотерапию, активно используют мануальную терапию, различные массажи шейно-воротниковой и грудной зоны поясничного отдела позвоночника, а также всей спины в течение не менее 10 сеансов Обязательно рекомендуют занятия в группах по лечебной физкультуре, чтобы усилить мышечный каркас и поддерживающую функцию позвоночника Также иногда используют иглорефлексотерапию и акупунктуру В дополнение к лечению обязательно использовать при возможности физиотерапевтические методы Они действуют местно и помогают снять острый болевой синдром, улучшить проводимость в нерве и снизить количество препаратов Это может быть лазеротерапия, магнитотерапия, электротерапия, ультразвуковая терапия, а также может быть электрофорез с различными противовоспалительными обезболивающими препаратами При тяжелом болевом синдроме используются так называемые блокады Это значит введение лекарства обезболивающего противовоспалительного в области нервации и в районе поврежденного нерва Также дают достаточно хороший эффект Профилактика остеохондроза желательно заниматься с молодого возраста, вести активный образ жизни, поддерживать мышечный каркас, а также не допускать тяжелых и выраженных нагрузок на позвоночник Правильно поднимать тяжести, а также вести активный и здоровый образ жизни Продолжение следует...